с вами николай пивненко в проекте дата 7 марта в этот день появились на свет 1765 год joseph nisse for nieps французский изобретатель имя вроде бы говорит мало нам о нем но если вы узнаете что он не только придумал фотографию в камере обскуре но и смог зафиксировать изображение а главное сделать его постоянным речь идет о создании фотографий 1878 год день рождения бориса кустодиева русского живописца и графика ну кто не знает купчиху за чаем шаляпина или ярмарку так называются картины по праву кустодиев считается непревзойденным мастером портрета этот жанр занимает центральное место в его творчестве еще со времен учебы в академии художеств 1940 год рождается светлана маргунова диктор гостелерадио ссср ведущая голубых огоньков и многочисленных музыкальных не только программ 1948 год день рождения шамиля торпищева российского и советского теннисиста и конечно же тренера а в 1958 году родился российский рок музыкант александр ф скляр основатель и лидер группы ва-банк теперь переходим к событиям этого дня 1573 год иван федоров основывают во львове первую типографию печатали тогда новую первую книгу почти один год в первой книге апостол было пятьсот тридцать четыре страницы а тираж по тем временам был внушительным около двух тысяч экземпляров до наших дней в некоторых музеях и библиотеках сохранилось около 60 книг этого первого фантастического тиража 1824 год 12-летний ференс лист впервые выступает с концертом в париже успех потрясающий лист начинает сочинять музыку еще восемь лет а с 9 выступает с концертами на родине в вене и германии вслед за концертами во франции последует приглашение еще и в англию а на следующий год юный музыкант уже будет выступать в виндзорском замке перед самим королем англии георгом четвертым 1933 год в атлантик-сити чарльзом дарроу изобретена игра монополия настольная игра в жанре экономической стратегии для двух и более человек получает наибольшую популярность в конце двадцатого века во многих странах мира ну и конечно же включая ссср где вообще слово монополия когда-то было ругательным цель игры рационально используя стартовый капитал добиться банкротства других игроков кстати некоторые бизнесмены утверждают что учились именно на этой игре а зам экономики 1954 дебютанты мирового первенства хоккеисты сборной ссср буквально громят канадцев со счетом 72 и становятся чемпионами мира год 1960 на похоронах взорвавшихся пассажиров корабля кувр фидель кастро заявляет мы победим в ансеремус что стает лозунгом латиноамериканских революционеров да и вообще революционеров по всему миру 1960 создается первый отряд советских космонавтов в него входят всего 18 человек а в 1962 году на экраны выходит фильм юрия чулюкина девчата которым играют надежда румянцева инна макарова светлана дружинина и другие ну и конечно же николай рыбников и михаил пуговкин картина популярна до сих пор и всегда ее показывают на тот или иной праздник 1982 год андрей тарковский выезжает на запад закончив через два года ностальгию он объявил о решении не возвращаться в союз при этом сын и пожилая мать не получают разрешения на выезд из страны вплоть до последних дней жизни тарковского 1987 год впервые на центральном телевидении появляется ночная передача до и после полуночи владимира молчанова гость первой передачи андрей миронов 1989 год заканчивается показ 15 серийного бразильского сериала рабыня и заура 2002 год седьмое марта начинается демонтаж московской гостиницы интурист разбор обойдется в 4 миллиона долларов на месте старого интуриста планируется пятизвездочный отель но в итоге появляется парк заряде и самое последнее 321 год римский император константин объявляет воскресенье выходным днем а у нас в этот же день но в 1967 году руководство сообщило о переводе рабочих и служащих вообще на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями то есть суббота и воскресенье тот самый случай когда верхи и низы одинаково довольно случившимся с вами был николай пивненко в проекте дата